Ученый Казанского федерального университета Евгений Попов открыл новый род вид в семействе слоновых химер. Результаты исследований опубликованы на научной платформе SpringerLink. Все подробности далее. Химерообразные рыбы довольно загадочные морские существа, поскольку известно о них очень мало. Большинство из них глубоководные, поэтому изучать их образ жизни довольно тяжело. В древние времена они были более многочисленны и разнообразны, поэтому их останки обнаруживают по всему миру, в том числе и в России. Так, в течение многих лет московский палеонтолог-любитель Кирилл Шаповалов собирал коллекцию останков древних химер, которые впоследствии изучил сотрудник Казанского федерального университета Евгений Попов. От ископаемых химер остаются незначительные остатки, впрочем, как и от древних акул, но в отличие от акул, у которых в челюстях очень много зубов, они постоянно сменяются. И, соответственно, в геологической летописи мы можем найти, обычно находим большое количество зубов акул. У химер, в отличие от их родственников, всего лишь шесть зубных пластин, объединенные в три пары. Они растут длительно, и поэтому каждая находка зубной пластины означает, что здесь погибла сама рыба, то есть они не сбрасываются, как зубы акул. Всего было найдено восемь зубных пластин. Они были изучены, сравнены с ранее найденными останками, а также с современными химерами. В итоге был открыт новый род и вид, получивший название «Москворыл крепкозубый». Эта группа была распространена около 150 миллионов лет назад, когда Россию покрывали моря. Таким образом, мы расширяем наше представление о биоразнообразии древних морей Центральной России на конец юрского периода. То есть это еще один таксон, как говорят ученые, который здесь существовал. К слову, Евгений Попов является единственным экспертом в России по этой группе рыб и одним из немногих специалистов в мире по ископаемым химерам. Диана Желенкова, Универньюс.